Приветствую! Я мастер остеопрактики Константин Сачков и здесь поговорю о том, что же такое остеопрактика. Остеопрактика это прежде всего торговая марка, придуманная и зарегистрированная Александром Евгеньевичем Смирновым, который, собственно, и занимается ее преподаванием. Остеопрактика расшифровывается как практическая остеопатия и тут мы приходим к вопросу, что же такое остеопатия. Остеопатия образована двумя греческими словами остео-кость, патио-патология, то есть наука о патологии костей. Почему же костей? Ведь мы знаем, что остеопатия это что-то такое комплексное, что-то более холистическое. А все потому, что полтора века назад эта наука началась с того, чтобы править кости. То есть подход к телу был холистический изначально, то есть тело рассматривалось целиком, но воздействие оказывалось непосредственно только на кости человека. То есть справляя на места косточки, специалисты остеопатии добивались того, что тело функционировало лучше и, соответственно, здоровье увеличивалось. То есть время шло, наука развивалась и на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что остеопатия работает со всеми тканями тела человека. А, соответственно, оказывает воздействие на любое заболевание. Основное воздействие оказывается с помощью рефлекторных техник. Что же такое рефлекторная техника? То есть это терапевт оказывает давление силой несколько граммов на протяжении достаточно длительного времени, то есть это несколько секунд, а то и минут. И тело в этом месте начинает расслабляться. Но при этом у тела есть выбор, то есть так как воздействие мягкое, оно может не расслабляться в этом месте. То есть терапевт, остеопат, он лишь предлагает телу человека расслабиться. То есть он не говорит, что вот я знаю, что в этом месте должно точно быть расслаблено. Сто процентов. И я все силы привожу, чтобы расслабить это дело. Это мануальная терапия уже называется. То есть вот оно, основное отличие мануальной терапии и остеопатии. Остеопат же легким воздействием предлагает телу, давай расслабимся в этом месте. Тело может сказать да, а может сказать нет. С помощью развитой перцепции, то есть развитых ощущений руками, остеопат чувствует место травматизации. То есть место, где есть напряжение, чтобы собственно его расслабить. То есть натяжение оно воспринимается точно так же, как если например на простынь. Если взять простынь, ткань, положить туда мобильный телефон или что-нибудь еще такое аналогичное. И за края взять эту простынь, закрыть глаза и почувствовать, где этот телефон. То есть вот эти вот натяжения к телефону они будут вести и довольно ярко ощущаться. В теле человека то же самое. То есть также есть натяжения, которые ведут в какую-то точку. То есть у тела в большинстве случаев будет одна точка напряжения, куда будут стягиваться все ткани. И расслабляя эту точку, мы соответственно улучшаем уровень здоровья целиком и полностью. То есть холистический подход, тут нет деления на органы. Тело человека воспринимается целиком. Из остеопатии с течением времени вышла биодинамика. Это так сказать продвинутая остеопатия. То здесь тело человека рассматривается уже как сосуд жидкости. То есть здесь нет ткани, здесь нет органов, здесь есть только жидкость. Ну и это логично, потому что мы в основном состоим из воды. То есть где-то кто-то даже говорил, что тело человека это вертикальная ходячая лужа. Ну в общем-то так и есть. И здесь специалист биодинамики работает уже непосредственно с током жидкости в теле. То есть где-то есть застои, где-то не течет жидкость. И с этими местами также происходит работа рефлекторными техниками. То есть эти места расслабляются, ток жидкости восстанавливается и здоровье соответственно растет. Говорить про остеопатию и биодинамику можно долго, но лучше попробовать. Лучше попробовать прийти на сеанс ко мне или еще кому-то, кому вы доверяете. Либо пойти учиться в какую-то школу той же остеопрактики или школу биодинамики остеопатии, какой вы найдете. Также у меня есть курсы по биодинамике. И попробовать это своими собственными руками. На самом деле это доступно каждому и каждый может что-то почувствовать. Причем в довольно короткий срок. На этом все. Продолжение в следующем видео. Смотрите ссылки в описании. И до новых встреч! Продолжение следует...